Доброе пятничное утро. Информационная программа «Наши новости» начинает свою работу в эфире. В студии Татьяна Диньер и Кирилл Политов. Здравствуйте. Сегодня в Барнауле назовут имя лучшего алтайского учителя 2014 года. Помимо премии, ему будет дано право представлять Алтайский край на всероссийском конкурсе. Финальный региональный этап завершится во второй половине дня. Уже известна пятерка педагогов, которые поборются за главный приз 300 тысяч рублей. С чего начиналась история этого профессионального соревнования и как менялось в течение 25 прошедших лет, хронику событий восстанавливала Ольга Калачева. Никакой зависти, злобы, только творчество и взаимопомощь. Таким, по словам победителей конкурса, был учитель года 25 лет назад. Генриета Татарникова в нем участвовала в 94-м, Николай Марухин в 99-м. С тех пор прошли годы. Рассказывать о своем хобби в период зарождения соревнований – это было одним из испытаний. Нынешних участников больше не просят. А вот открытые уроки они до сих пор дают. Над этим конкурсным заданием, говорят, время невластно. Наблюдая за теми, кто сегодня участвует, маленечко завидую им. Как здорово, что есть молодость, есть дерзость, есть желание показать свои черты, свои таланты. И то, что все участники – они любимы детьми. Особенно остро любовь детей ощущается на открытом уроке. Чтобы объяснить новую тему, каждому конкурсанту дается всего 30 минут. И здесь крутись как хочешь. Правда, в пределах дозволенного. За всем происходящим в классе уже второй год наблюдает весь Алтайский край. Организована онлайн-трансляция. Но, несмотря на это, чрезвычайные происшествия происходят. К примеру, в прошлом году для наглядности один из конкурсантов решил надуть воздушный шар. Нужно, чтобы этот воздушный шар нагрелся и полетел. Получилось так, что он так старался, что практически поджег себе ботинки. Все осталось целое. Гимназия целая. Как вы видите, мы снова здесь. Кстати, на момент съемки нашего видеосюжета попытки взорвать или поджечь гимназию не предпринимались. Все протекало в мирном русле. Оксана Побивайла из 112-го Барнаульского лицея в конкурсе участвуют уже во второй раз. Первый считает, был неудачным. Говорит, не хватило опыта. Ведь тогда она только начинала свой педагогический путь. Сегодня кандидат филологических наук твердо стоит на ногах. За ее плечами 13 лет успешной работы в школе. Я знала, что конкурс отнимет очень много сил, времени. Он оторвет меня от моих детей, которые сейчас в 10-м классе читают «Войну и мир». Мне очень важно быть сейчас с ними. Я поддалась уговорам Геннадия Николаевича, директора, и решила все-таки испытать себя в этом году. Кстати, с такой целью всего в конкурсе за 25 лет приняли участие больше 800 педагогов. В основном это учителя начальных классов и русского языка. Многие после победы стали преподавателями вузов, директорами школ, руководителями профсоюзных организаций, депутатами и даже чиновниками. Но начало этого тернистого пути началось с желания понравиться детям. А кто из конкурсантов этого года покорит жюри, станет известно уже 20 марта. Ольга Калачева, Павел Лаурнин. Наши новости. Бесплатную юридическую помощь могут получить сегодня жители Барнаула. Такую возможность предоставляет администрация города. Те, кто нуждается в консультации юриста, могут обратиться с 13 до 16 часов по любому из адресов, которые вы сейчас видите на своих экранах, либо позвонив по телефону. Юридическая помощь будет оказываться в каждом из районов Барнаула, а также в мэрии города. Сегодня жители Земли смогут наблюдать первое в этом году солнечное затмение. Правда, в Сибири оно будет частичным. Солнце закроется примерно на четверть. О тайнах за кулисье о небесной механике репортаж Ильи Кочеткова. Для жителей Барнаула это случится в 17.04 по местному времени. Диск Солнца, который уже приблизится к горизонту, на несколько минут скроется за лунным диском. Причина — Земля, Луна и Солнце окажутся на одной линии. В реальности все, конечно, сложнее, но если, что называется, поиграть в богов, то и детские мячики сойдут. Тем более, что мы на Алтае увидим лишь частичное явление. Наш регион попадает в зону так называемой полутени. Светило закроется лишь на 23%. Если будут соответствующие условия атмосферные, то просто вот это затмение можно будет без специальных средств наблюдать, просто глазом. Мы увидим, что кусок Солнца просто будет отгрызаться. Будет хорошая погода или нет, пока не ясно. Неполная фаза сама по себе напоминает небольшую облачность. Хотя почувствовать на себе его влияние мы все же сможем. Астроном Александр Вольф говорит, то, что во время затмения люди, в основном метеочувствительные, ощущают себя иначе, это вполне научно обоснованное явление. Грубо говоря, на пару миллиметров ртутного столба давление резко упало, температура упала. Через буквально несколько минут оно назад все вернулось, поднялось. Вот эти вот колебания резкие, они, конечно, будут влиять. Многие астрологи, в частности, считают 20 марта 15-го едва ли не мистическим днем. Вместе с затмением на него приходится весеннее равноденствие. Но это еще ладно, а вот так называемая суперлуния сегодня обсуждают многие. На самом деле все просто. Луна то удаляется, то приближается к нам довольно регулярно. Интереснее другое. Почему, если в среднем за один год на Земле происходит три затмения, то полным оно наблюдается то тут, то там? Снова играем в богов. Дело в том, что так же, как наши руки не могут описывать идеальные окружности, Земля и Луна движутся по более сложным орбитам, чем может показаться. Вот такой приблизительно танец получается. Земля вращается вокруг небольшой точки и Луна по довольно большой орбите. Как следствие, тонкая полоска полной тени проходит по разным областям Земли. По Барнаулу она в прошлый раз проходила в 2008 году. В следующий такое случится уже в следующем столетии. Впрочем, жителям Барнаула и на этот век увлекательных небесных явлений хватит. Стоит лишь почаще обращать внимание свое на небо. Илья Кочетков, Николай Шелко. Наши новости. Ну, помимо затмения, 20 марта в календаре обозначен как Международный день счастья. Три года назад этот праздник учредила Организация Объединенных Наций. Чтобы еще раз подчеркнуть, люди должны стремиться к счастью. Чувствуют ли себя счастливыми жители Барнаула и что в их понимании счастья, мы спросили у случайных прохожих. Счастье – это когда есть здоровье у человека. В семье, на работе, все нормально. А вы чувствуете себя счастливой? Я. Да, у меня дети хорошие. Счастье – верить в Бога. Вы чувствуете себя счастливой? Ну, в данный момент, да. Почему? Погода хорошая. Когда тебя понимают, и ты понимаешь, о чем вообще идет речь. Счастье – ну, это любовь, это хорошее отношение. Это крепкая и дружная семья. Счастье. Когда картошка в супу попадает. Наверняка чуточку счастливее мы станем уже в эти выходные. В Алтайский край идет настоящая весна. Синоптики обещают ясную погоду на все территории Алтайского края. Осадки, наконец, прекратятся и выглянет солнце. Оттепель начнется завтра. Температура воздуха в некоторых районах поднимется до плюс 7 градусов. А в воскресенье еще выше, до плюс 10. Правда, принято считать, что метеорологическая весна начинается, когда среднесуточная температура в течение нескольких дней стабильно превышает 0 градусов. В прошлом году это произошло раньше обычного 19 марта. Возможно, и в 2015-м природа вновь улыбнется. Тем более, что сегодня день весеннего равноденствия. А значит, астрономическая весна уже началась. Какими событиями будет наполнена эта пятница в крае и его столице, узнаем вместе из вечернего выпуска наших новостей. Если и вам есть что рассказать, звоните к нам в редакцию по телефону в Барнауле. 659-129. Хорошей пятницы. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Кулакова